добрый день дорогие друзья сегодня вот видите 9 ноября на нашем роботе показывает время сейчас ну право время не перевели они показывают 651 на самом деле сейчас 551 не успели перевести находимся мы сейчас в районе тиса выезжаем с одессы едем с вами на грибалку на кинбургскую косу и так оставайтесь с нами смотрите наш ролик думаю что наверное это уже будет заключительная грибалка в этом году потому что как вы уже начало ноября уже были первые приморозки но гриб еще не перестает радовать и так оставайтесь с нами и ставьте лайки подъезжая к николаеву нас встречает вот такое вот красивое солнышко восход с не очень красивый солнышко ярко-красное вы видите на горизонте а мы продолжаем путь на кинбургскую косу через олешковские пески оставайтесь с нами дорогие друзья мы добрались до гола пристанского района уже попробовали заехать в первый лес вот такая вот красота много грибников ходит здесь лес высокий в отличие от того той страны где мы были в прошлый раз в олешках видите более такой пустые от еловни еловой иголки места сейчас мы посмотрим что здесь ну по крайней мере местные которые только что мимо нас проходили с ведрами то у каждого там по пол ведра уже грибов есть есть рассвета уже что-то по нас собирали и так пробуем идти искать гриб а чуть позже я вам покажу приспособление самое простое которое я сделал для подъема еловой иголки и листьев для того чтобы находить грибы ходя по лесу уже примерно минут 15-20 наконец-то мы нашли находочку так вот нас спрятался грибочек масленочек такой вот первый на сегодня гриба очень мало старенький масленочек но еще по идее не будет червивый гриба мало поэтому будем ходить дальше искать как я говорил уже ранее показать вам хотел нашу приспособу который мы с меня себе сделали взяли вот такие вот садовые грабельки черенок очень удобно как раз на вытянутую руку ты себе раз и поднимаешь листу где тебе нужно поднять для того чтобы найти гриб надо пошкрябать пошкрябал посмотрел и точно также обратно закрыл прикрывши мицелии так вот травой раз прикрыл и все все прекрасно все хорошо так ищем дальше оставайтесь на так вот красиво прячется маслята маслят немного но маслята есть такой вот старенький но красивенький грибочек так и продолжаем поиски дальше моя красивая так вот маленькая сосенка и два грибочка шишечками берем ножичек аккуратненько подлазим под него вот такой вот у нас есть масленок так собираем дальше и так поисках дальше мы наткнулись на такой вот белый грибочек такой вот красавец боровичок у нас на 1 поэтому продолжаем дальше поиски самое интересное то что сейчас в лесах практически нету белого гриба и нету масляк масляка за счет того что был уже приморозок и гриб немножко померз но очень много зеленухи зеленуха интересно когда она уже выросла большая вот так вот красиво эти красивый такой грибочек получается вот так подкапываешь и так ножиком берешь так об и такой красивый чистенький грибочек интересно когда она растет только пробивается то она делает такие трещинки сейчас я найду вам попытаюсь показать так вот так у нас сегодня уже зеленушки когда она молоденькая то что я говорил на вот такая вот плотненькая вот вот она такая вот плотненькая а когда она уже побольше она уже открывает шляпку и и ничем не спутаешь в этих лесах она у такого ярко-желтого цвета зелено-желтого плотненько она чуть плотнее идет по вкусу по консистенции чуть плотнее маслят и единственным нужно хорошо отмывать от песка в носа в песке обычно идет но очень вкусный интересный гриб так собираем дальше что самое интересное что зеленушки в основном растут небольшими колониями то есть если вот мы нашли зеленушку такую вот уже старенькую как старенькую нормально так мы и вырезали то рядом будет обязательно еще и вот смотрите интересный такой вот разлом земли если вот сейчас раскрыть ведь его тут зеленушка у нас такая вот красивая молоденькая поэтому каждый гриб нужно знать как собирать и нужно к нему просто приноровиться так собираем дальше дорогие друзья так покатались мы сегодня немного по лесам кинбургской косы к сожалению ничего там не снимали вот кроме начала когда мы приехали почему потому что снимать особо было нечего грибов нет очень много людей которые пытаются их найти но гриба нет нашли буквально пару маслят один маленький маленький белый такой который подмерзший был потому что он уже почернел и все решили приняли решение переехали обратно в сторону олешек сюда за радинск абрикосов к переехали сюда где в прошлый раз собирали грибы в принципе ситуация с маслятами с белыми та же самая одни мухоморчики растут вот так мухоморчиков много очень много гриба которого называют краснуха вот такого плана этот гриб его не собирают говорят что он съедобный жесткий но его местные не берут и те туристов которые привозят тоже не берут его так он выглядит с обратной стороны мы тоже не рискуем его брать поэтому он везде в основном очень много его он перерытый весь валяется но сегодня нас радуют здесь зеленушки после того что был на неделе дождь а сегодня вот видите нас радует солнышко вот такое вот яркое классное очень много зеленух зеленух действительно много в плане того что именно молоденькие они все под песком смотрите дальше мы вам покажем как они растут те кто не знают как искать и покажем что мы нас собирали оставайтесь с нами и так мы идем дальше искать уже слава богу у нас дело прошло обед скоро будет темнеть поэтому нас есть пару часов на сбор грибов здесь в олежках и так оставайтесь с нами продолжаем сбор наших зеленушек и так как я уже говорил вот смотрите раз но это ярко выраженная видно ее вот следующее будет видел холмик его если раскопать тоже зеленушка вот холмик будет зеленушка вот холмик ниже тоже велите они растут полянкой вот зеленушка вот будет видите такой вот песочек разрытый если мы его раскопаем то тут вот тоже зеленушка поэтому ищите смотрите мы продолжаем охоту уже по зеленушкам вот так вот выглядит молодая краснушка про которую я сегодня вам уже говорил может конечно неправильное название по науке но по крайней мере так местные нам ее назвали то она еще не красная еще светлая вот такая а потом она становится красноватая вот эта часть мне конечно кажется что съедобные грибы но рисковать мы не будем и так охотимся дальше и сразу возле нашей корзинки такие приятные два бугорочка так вот и красиво как муравейнички если их разобрать вот две зеленушки а иногда и больше чем 2 они растут полностью в песке поэтому потом их тяжело отмывать но они вкусные жареные и так охотимся дальше те грибы вот то что я говорил которые местные называют краснухами вот как он выглядит когда он вырастает большой ведь он это красноватым такой розово-красный вот такие вот перепонки такая вот ножка толстая у него получается внутри ножка самой тоже розовая как у белого гриба плотная сам гриб внутри такой вот на срезе то есть судя по всему он из съедобных грибов все-таки я еще раз повторюсь вот видите вот он но каждый решает для себя и так ведем охоту дальше дорогие друзья вот и подошел наш сегодняшний выходной день в лесу к окончанию спасибо что вы были вместе с нами досмотрели ролик до конца по сегодняшнему итогу такие вот у нас есть я уже говорил зеленухи их у нас получилось вот считайте корзинка полная и вот таких три ящика один ящик багажнике и два ящика банановых сверху на машине прошлый раз перевешивали один банановый ящик зеленухи выходит это порядка если в чищенном виде чистым порядка десяти килограмм то есть но он считаете сегодня где-то порядка там 30 35 килограмм гриба есть переработаем переварится заморозится и на зиму будет приятная вкусняшка что хочу сказать для всех кто смотрит и ездит на грибалку на рыбалку и на любые другие отдыхи на природе ребят пожалуйста убирайте за собой мусор вот сейчас я нахожусь заехал на машине ну скажем чтобы плохо не выразиться черт знает куда в лесу мы уже почти под пустыней находимся сейчас тоже мы передвигались 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 и вы знаете очень удручает вот такой вот вид по лесу вот бутылки ладно когда стеклянные скажем тогда ну стекло и стекло разобьется потому что руки порежет такие вот банки металлические пластик пивных бутылок целая куча но понятное дело что в основном скорее всего пивные бутылки двухлитровые дешевого пива приносят местные и выкидывают но это просто ужас чистый ужас к это вот такая вот голова кого-то какой-то птички судя по всему с таким вот зубом ну это череп ладно как говорится но вот мусор пожалуйста убирайте за собой любите природу помните что на следующий год или даже в этом году еще может быть вам самим придется сюда приехать там где вы отдыхаете в основном а люди ездят на одни и те же места на проверенные места особенности места хорошие здесь место хорошая действительно приятный чистый воздух классный гриб любите природу и так до новых встреч спасибо что вы были с нами спасибо за лайк пальчик вверх смотрите наше новое видео мы работаем для вас а 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 и а а Субтитры сделал DimaTorzok